Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Озвучим вопросы, которые я отвечал в университетах, это уже лет 7 назад. Вопрос 371. Почему в православии не всю пищу можно вкушать? Ведь Господь посвятил всю пищу в видении Петру. Ответ. Бог в конце творения видимого мира дает знак качества на всем своем изделии. Книга Бытия. И увидел Бог все, что Он создал. И вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро. День шестой. Дальше. До потопа считается, что люди пользовались только растительной пищей и жили тогда до 969 лет. Разделение пищи на чистую и нечистую произошло после того, как евреи пробыли в Египте и в рабстве более 400 лет. Привыкнув раболепствовать, они приучились поклоняться тельцу и быку. Чтобы стеснить их вожделение, Бог, левит в 11 главе, через Моисея дает определение пищи чистой и нечистой. Нечистота это была не в творении, а в запрете, чтобы они, вынужденно стесненные немногим, что разрешено, стали резать коров и все, чему поклонялись в Египте, как божеству. Через это они познавали истинного Бога, невидимого. Петр был воспитан, как истовый иудей, в законе своих предков и знал опасность нарушения Моисеева закона. За это грозила смерть евреям. Если отвершийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, предпочел бы, как сыновья Маковейски, умереть, нежели приступить к грань запрета. Отсюда такова его реакция на повеление есть недозволенное деяние. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Образ поведения наш, полученный путем труда над собой, будет определять наше отношение и в будущем к Царству Божию и Его к нам. Откровение. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданным мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнцев книги жизни. В Новом Жозавете, когда в церковь вошли и язычники, которые не знакомы были ни с рабством египетским, ни с законом Моисея, им чуждо и не нужно было рабство закону этому. Во Христе свобода выразилась в том, что можно стало есть и с язычниками, что каралось раньше, галатам. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Для новообращенных из разных народов даны были иные правила относительно Моисеева законоположения, деяния. 15 глава. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Левитам 11 глава потеряла отныне всякое значение для христиан. 1 Тимофея. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Колоссянам. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесящее, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Когда сегодня на христиан налагают игое закона, нельзя деесть конину, кратчатину и другое подобное, что раньше было запрещено. Это все от невежества, от нелюбви к Библии. Все. Дальше. Вопрос 372. Почему Господь упрекает иудеев за то, что они исполняли данный им закон от Бога? Ответ. Римлянам. Потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. За исполнение закона иудеи получали похвалу. Римлянам. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. Галатам. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Назначение закона в том и состояло, чтобы приготовить израильский народ к принятию мессии. Второзаконие. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Поэтому исполнение закона с пришествием Христа прекращалось. Ибо назначение его было выполнено. Иоанн Затаус, высмеивав несвоевременную привязанность иудеев к закону, делает сравнение. Хорошо преподать к груди матери младенца. И достойное смеяние, если это будет делать взрослый муж. Галатам. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Правильно. Исполнение закона заключалось в принятии Христа, а они его отвергли. Иоанна. Пришел к своим, и свои его не приняли. Вот какая причина отношения к закону. Дальше. Вопрос 373. Первый том, открытый моком. Почему евреи не поняли слов Христа на кресте и подумали, что он зовет Илью? Ведь он говорил на понятном для них языке. Ответ. От Матфея. А около девятого часа и возопил Иисус громким голосом. Иль, Иль, ломаться в охвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня отставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили. Илью зовет он. В еврейском языке эти слова очень похожи друг на друга. Слово Бог и Илья, которое переводится Бог, моя крепость. Рядом с крестом стояли не евреи, а римские воины, иностранцы. Тем более, вполне допустимо, что произношение Христа было не совсем четким, искаженное страданиями, удушьем, и сказанное, притом, с высоты креста. Вопрос 374, первый том открытым оком. Бытие. И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Почему за смерть Каина должно отомститься всемеро? Он совершил великий грех и заслужил смерть. Ответ. Бог не хочет, чтобы кто-то приводил пригород в исполнение и наличие унося решения и во гневе. Исход. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Евреям. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. Когда Бог произнес защитительную речь против самосуда, закона еще не было. Римлянам. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отомщение, и я вас дам, говорит Господь. Стихотворение. Сын матери грубит и не убит, по Моисееву закону без пощады. Никто его уже не защитит, без милосердия сойдет в глубины ада. Об этом знали с молодых ногтей, из чадя, проходимцы и пьянчушки. Весь кодекс уголовных и статей под шариат с транстрипцией так нужен. Залетных гастролеров по вокзалам решетка уголовная угостить. Из кодекса сверкнет закон о жало, пощады не позволено просить. Под ланью мы у Нового Завета амнистии учения Христа. На наказание теперь другая смета, все заново, все с нового листа. Презрителям Христа его учения обещана погибель с сатаной. А кто ты, царь, епископ, нет значения, калиф над миром или над страной? Мне скажут, что им до того, когда-то, что их потомки сключатся за них? Нет, он пусть сам, лукавый и пузатый, пусть вкусит он за кровь сирот моих. Воздай ему такой же полной мерой, отмерь по закромам и за границей, всем кровопийцам, уркам, лицемерам, чтоб некуда им было прислониться. Отмерь всем лиходеям, коммунистам, расстрельщикам, губителям России. Нет, не тогда, а здесь. Нет, не тогда, а здесь. Всем атеистам, чтоб нищенствовали, крох у нас просили. Вот так. Дай насладиться нам их унижением, сожженным покалеченным тираном. Всем сотвори на три преображения, на всех на них одна сплошная рана. Припомни им семнадцать, тридцать семь, семерки из крестов сожженных храмов. Всех разыщи, найди, воздай им всем. О, сколько их душителей и хамов. Чуть не забыл, теперь эпоха духа, прости мы гнев. Кто кается, прости, да и слезы о себе. В глазницах сухо, нальются жизнью все пустые колоски. Хорошая? Хорошая очень. Ты еще считал-то так, а если бы... Все.